Торжественный митинг начинается ровно в полдень. В Бутурлино появляется один из главных символов победы – вечный огонь. Сам мемориал появился в 1966-м. Памятник павшим, список погибших. Из 10,5 тысяч ушедших на фронт бутурлинцев домой не вернулись 4465 человек. Мы должны их постоянно помнить. И вот это зажжение вечного огня – один из символов того, что мы помним, не забываем этих людей. За несколько часов до митингов в Бутурлино факел зажигают в Нижегородском Кремле. Здесь и ветераны-афганцы, главный федеральный инспектор, депутаты. Дальше огонь отвезут в рабочий поселок. У меня два деда погибли. Один под Москвой, другой в Европе. Без вести пропал. Отец дошел до Кенисберга. Своих детей я тоже воспитываю. По духе патриотизма они интересуются историей Великой Отечественной. Пытаемся молодежи передать. Это традиция, наверное, такая, что сердце нашей родины, города Москвы, от могилы неизвестного солдата у нас в свое время был зажжен вечный огонь на территории Кремля. И вот эту вот тоже преемственность памяти мы передаем. Вообще идея создания Вечного огня в Бутурлино родилась еще два года назад. В прошлом году не получилось из-за пандемии. Сейчас помех никаких. В этом мероприятии по подготовке зажжения Вечного огня участвовало очень много людей, в том числе и журналисты, жители Бутурлинского района. Поэтому сегодня торжественный и важный день. Огонь на День Победы в Бутурлино зажигали от газового баллона. Больше не придется. Теперь здесь есть свой вечный огонь. Александр Быков, Михаил Городников. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok